Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И вначале об одном из самых главных событий года. Сегодня в нашем городе начала свою работу международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Она полностью оправдала и свое название, и статус. Погода сегодня выдалась отличная, что весьма порадовало участников, география которых была обширной. От Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки и Магадана. Помимо основных представителей отечественной туриндустрии, к нам приехали делегации из Кипра и Греции. Италию представил президент Всемирной Федерации водо- и климатолечения Умберто Салемене. О том, почему, по мнению итальянского профессора, курортная дипломатия победит. О прогнозах министра туризма Краснодарского края на будущий сезон. И о том, каким должен стать наш город из первых уст. Прогноз более чем оптимистичный. В этом сходятся все эксперты. Туриндустрия в нынешних условиях переживает небывалый подъем. И кризис экономический, отрасли ни по чем. А политическая ситуация так и вовсе на руку. Федеральный центр делает ставку на развитие внутреннего туризма. Краснодарский край уже сейчас бьет все рекорды и превращает самые смелые прогнозы в реальность. Сейчас идут такие продажи, как будто лето продается. Сейчас и межсезонье с такой скоростью продается. И фактически весь номерной фонд, ликвидный, который есть, он уже продан. Он еще в прошлом году был продан. Сейчас можно купить места либо в частном секторе, либо у туроператоров. Не хватает номерного фонда. Поэтому сейчас идет тенденция к строительству новых гостиниц, новых сетей. И самое главное для нас – это повышение качества обслуживания. Панапе – хороший пример. Я благодарен главе. Они поработали с инвесторами. Федеральные деньги пришли. Канализационный коллектор по Пионерскому проспекту почти построен. И два водовода сейчас одновременно строятся. Поэтому инфраструктура улучшается. И я думаю, чем быстрее она будет строиться, тем больше гостиниц можно будет построить. Анапа не только хозяйка выставки, но и во многом ориентир для других курортов. В пример, опыт нашего города сегодня приводили не раз. Сергей Сергеев всех секретов будущего сезона не раскрывает. Помимо подготовленной инфраструктуры, гостей ждут и другие приятные сюрпризы. Культурная программа будет связана с объявленным годом Греции в России. А если говорить о досрочных перспективах, то глава города уверен – Анапа должна сохранить за собой статус детского курорта. Сегодня надо срочно повернуться к детскому отдыху и субсидировать строительство детских, лечебных и курортных учреждений. Потому что мы их столько потеряли за последние 20 лет, что просто цифра не подается никакому анализу. Поэтому сегодня в первую очередь надо подумать об этом. Потому что субсидировать просто отдых, вы услышали, Евгений Владимирович сказал, в два-три раза спрос превышает сегодня предложение. А вот детский отдых – это очень серьезно. И вот в этом направлении, я думаю, потерять Анапу нельзя. Еще одно направление, которое активно будут развивать в крае. Оно полностью совпадает и с планами властей Анапы. Курорт должен быть, если не круглогодичным, то по крайней мере максимально использовать свой ресурс в межсезонье. Начать с крыльев сезона – это апрель-май, сентябрь-октябрь. Поэтому основные знаковые мероприятия, на которые приезжают тысячи людей, нужно проводить не в майские праздники, а в межсезонье. Потому что в майские праздники люди приедут и так. Это будут развлечения стандартные, но какие-то знаковые, конечно, надо проводить в межсезонье. И сейчас под это заточены все органы власти. Еще одна тема, которую активно обсуждают и в кулуарах, и на самом высоком уровне. Выдержит ли кошелек потенциального туриста стоимость услуг этого сезона? В профильном министерстве намерены в среднесрочной перспективе увеличить предложение. Чем выше конкуренция, тем более адекватная цена. А помогать власти будут тем, кто пришел всерьез и надолго, и намерен работать по правилам. Если не будет повышений на энергоносители, на продукты питания, ну и на расходные материалы, которые используются в здравницах, то наши бизнесмены, мы задаем всем вопросы, планируют поднять цены до 7%. А НАПА еще не использовала весь свой потенциал, и у нее есть прекрасные возможности для развития. Уверены эксперты. Профессор Умберто Салеменя впервые в России приехал специально на нашу выставку. Он уверен, все проблемы можно решить, просто люди разучились слышать друг друга. И поможет нам курортная дипломатия и солнце Анапы. Курортная дипломатия победит. Всегда победила. Почему? Если мы смотрим историю курортов, от Римской империи до сегодня, до Яльта, можно сказать, всегда люди встречались на курортах, глава государства встречались на курортах, и там договорились более-менее. Я очень рад, что я приехал здесь, сюда, от именно Всемирной федерации курортов, потому что мы слышали много докладов от ваших представителей, так говоря, на разные места Казахстана, Японии, Китая, и они всегда выступали. Но я не думаю, что так солидно так выглядит. Спасибо. Уже сегодня можно сказать, что эта, 23-я выставка, имеет все шансы стать одной из лучших. Только в первый день ее посетило более трех тысяч человек. Свои экспозиции развернули почти полторы сотни участников со всей страны. Выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» продлится до конца недели. Дань памяти. В понедельник, 15 февраля, в 11 часов в сквере боевой славы Анапы состоится памятное мероприятие, посвященное 27-е годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. В 12 часов в Центре культуры Родины начнется программа, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Приглашаются все желающие. Две тренировочные площадки для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года будут построены в Анапе. Этому предшествует огромная подготовительная работа, в которой у муниципалитета руководящая роль. Глава Анапы потребовал от городских служб в первую очередь соблюсти интересы жителей курорта. Сергей Сергеев провел совещание с участием руководителей городских служб, ресурсоснабжающих организаций, представителями заказчика, главного управления строительства Краснодарского края. По мнению главы, в подготовке нет единого организующего центра, и многие вопросы просто выпали из поля зрения курирующих служб. В Витязево и Анапской будут построены ультрасовременные стадионы для тренировок со всей инфраструктурой. Сейчас основные вопросы оформления земли, реконструкция и строительство новых коммуникаций. Сергей Сергеев потребовал просчитать цену вопроса, чтобы сумма полностью была отражена в федеральной программе, а не легла бременем на муниципалитет. Вы посчитайте для себя, чтобы я понимал суть проблемы, ведь им дадут средства копеечка в копеечку на строительство спроектированное. Вода, электричество, водоотводы для современных спортивных площадок нужны соответствующие мощности. Все созданное по федеральной программе станет спортивным наследием Анапы. Но временные трудности неизбежны, хотя бы потому, что стадионы закроют на реконструкцию. Кто-нибудь собрал общественность, кто-нибудь рассказал, что здесь будет новый совершенно стадион, который останется в собственности муниципального образования после чемпионата мира. Где Понтас будет играть чемпионат края? Где, скажите мне, кто-нибудь определил? Все поднятые главой курорта вопросы сведены в протокол совещания. По нему разработают комплекс мероприятий, чтобы большое дело не было испорчено формальным подходом. Кубань – лидер среди регионов по продажам легкового транспорта. По итогам прошлого года жители Краснодарского края потратили на покупку новых легковых автомобилей почти 62 миллиарда рублей. Это на 30,5% меньше, чем в 2014 году. Тем не менее, наш край стал первым по продажам среди нестоличных субъектов России. При этом выручка автодилеров сократилась на 30%. Уменьшить потери от падения продаж смогли только те автодилеры, у которых в структуре доходов на дополнительный сервис приходится не менее 50%. В топ-5 лидеров автомобильных продаж попали также Татарстан, Самарская, Свердловская и Ростовская области. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг 11 февраля в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 10. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Смотрите сегодня сразу после новостей спецвыпуск программы «Анапа. Самое яркое солнце России-2016». О самых интересных моментах и участниках 23-й международной выставки расскажем подробно. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова